Вы умеете загадывать желания так, чтобы они сбывались? Без выпитого в шампанском пепла, без криков в окно, а по-настоящему, так, как рекомендуют это делать психологи. Оказывается, есть научная методика, называется «Сторителлинг судьбы». Сегодня автор этой методики, доктор педагогических наук, профессор Юлия Андреева, научит, как построить свое желанное будущее, реализовать его и даже увидеть результат, заглянув в декабрь 2024 года. Волшебство твоей судьбы в твоих руках. Мы сегодня будем говорить о том, как мы загадываем желания и о том, как все бы хотели, чтобы эти желания сбывались. Как это делать правильно и психологически правильно. Об этом мы поговорим сегодня в формате такого психологического тренинга. И нам сегодня в этом помогут наши замечательные студентки Ева и Рената. Ну что, расскажите нам, пожалуйста, девочки, о том, как вы загадываете желания. Какие, может быть, традиции у вас, как вы планируете свой год, как это происходит? Ренат, расскажешь? Да, на самом деле, вот мои желания вообще для меня, это какие-то вещи, которые, наверное, я уже должна сама воплотить, то есть запланировать их. Обычно это происходит таким образом, то, что в конце года я думаю, что у меня получилось, что у меня не получилось. Думаю, действительно ли я хотела этого на самом деле, если это вдруг, ну, не получилось достичь. И стараюсь на следующий год написать, ну, прям план конкретный, как я буду какую-то мечту исполнять. Если это какая-то большая мечта, возможно, нужен такой план, прям плодотворный, что первую, там, в зиму делаю я вот этого, второй уже этап я делаю вот это до конца учебного года, ну и так далее, в общем. В принципе, я люблю вот так вот именно разделять по каким-то периодам, чтобы был такой четкий план. И желания, они как бы не оставались желаниями, а превращались в настоящие цели, которые можно достигать. Удивительно. Вот какое рациональное и логическое мышление у студентов Казанского федерального университета. Ну, действительно, меня поразило. Недавно я встретила одного знакомого, и он говорит, начало декабря я уже все свои желания воплотил. То есть я уже все, что планировал, я сделал. Ева, как у тебя это происходит? Ну, я больше подхожу к желаниям с такой мечтательностью и романтичностью. Я однажды в фильме увидела, как свои желания пишут на листочке, поджигают и кидают шампанское. Вот с тех пор я стараюсь каждый год эту традицию воплощать в жизнь и пишу свои желания на листочке. Вы не поверьте, я делаю точно так же. Что бы то ни было, как бы мы не хотели планировать, но вот эта доля, наверное, чудес, волшебства, неожиданности, когда, да, сама судьба помогает нам, это, наверное, тоже важно. Так ведь? Да, как будто хочется вот этой вот магии новогодней, чтобы именно она воплотилась в жизнь. А что, если мы совместим эти два подхода, такой рациональный и такой фантазийный, спонтанный подход, и попробуем это прокачать, попробуем использовать методику сторителлинга, методику написания сценариев для того, чтобы попланировать, да, написать сценарий своего будущего. Попробуем? Да, давайте. Это интересно? На самом деле есть такая идея о том, что у каждого человека, ну, мы представляем себе свою линию жизни, свою судьбу, как некий, может быть, сериал, или какую-то книгу, или какой-то блокбастер. И тогда можно себе представить, у меня такой вопрос, да, как вы себе представляете свою жизнь, свою линию судьбы. Это может быть какая-то вот, не знаю, какая-то история, может быть, воплощенная в каком-то прям образе. Расскажите, Ева, как у вас? Ну, вот вы сказали про сериал. Как раз недавно буквально я задумалась, что я воспринимаю свою жизнь как сериал с несколькими сезонами, которые успешно продолжаются. И я надеюсь, они будут длиться еще долгое время. Ну, вот сначала, например, первый сезон, это как я была маленькая. Где-то, наверное, я до девятого класса себя воспринимаю, потому что я только росла, развивалась, принимала какой-то опыт, знакомилась с новыми людьми. Второй сезон, это, наверное, десятый, одиннадцатый класс, когда я уже стала взрослее, может быть, мудрее, тоже на это надеюсь. И уже третий сезон, это когда я переехала в Казань. И сейчас как будто бы серий становится меньше, но они более насыщенные, потому что каждый год это какой-то новый сезон сериала, где я знакомлюсь с новыми персонажами в своей жизни. И вот это все очень быстро происходит и очень насыщенно. Так интересно, как будто, когда вы рассказывали о том, как видите свою судьбу, свою историю, вы показывали линию времени, да? Это было от прошлого, вот откуда-то оттуда. И двигалась, и буквально какими-то битами, какими-то, как говорят сценаристы, битами, да? Какими-то сценами, какими-то важными этапами. И продолжали, и куда-то отправляли в будущее наверх. То есть вот она, интересно, размещена линия времени вот так. И тогда с этим можно уже поработать. То есть есть ощущение того, что вы знакомы с тем, о чем я говорю. Интересно, что сегодня у современного поколения есть такая фраза, да, что высокая насмотренность. То есть мы много информации воспринимаем через глаза, через зрительные каналы восприятия. И тогда получается, что мы действительно прокрутить какую-то картинку прошлого можем тоже как визуальный какой-то контент, да, у которого есть какая-то эстетика, динамика кадра, какие-то персонажи. То, о чем вы говорите, это еще очень такой визуализированный какой-то конструкт, да? Похоже на то? Да, очень похоже. Классно, тогда с этим живем дальше. Рината, как у вас? Вот на самом деле вы сейчас говорили, и я пыталась представить, как это можно вот в каком-то таком визуальном образе уплатить. И я вспомнила и как бы поняла, что для меня вот время, оно опять же, у меня, видимо, вот нужда в какой-то систематизации, потому что для меня вот жизнь, она делится как будто на года так же, на какие-то периоды, но я ее представляю в формате именно такого круга. Потому что когда я была в детском саду, я учила именно месяца, времена, года, и был такой круг, где разделено на сегменты. То есть первый сегмент это там зима, весна, лето и осень. И сейчас даже, когда я как бы думаю, что будет дальше, что было до этого, я как-то представляю, что, допустим, вот эта часть, осень, была насыщена такими-то событиями, а лето было насыщено такими-то. Допустим, начало лета, это сессия. То есть вот этот, вот этот сегмент маленький, он будет заполнен этими событиями. И как-то вот именно, видимо, такой образ был сильный, что он прям настолько укрепился, что вот до сих пор уже столько лет со мной дальше идет. Ну это очень здорово, потому что вот этот круг, он очень хорошо недаром использует коуча, да, колесо коуча, тоже круговая такая диаграмма, в которой можно разместить какие-то события. То есть это понятно, как распланировать, понятно, как в каких-то временных еще границах их разместить. Интересно, здесь немножко, может быть, не по теме, но об этом тоже скажу, что таким образом часто в психологии обозначаются и этапы активности. Есть фаза активное лето, когда все очень ярко, насыщенно, много событий, так тепло, хочется двигаться, есть осень. Это период, когда собираем урожай, подводим итоги, закатываем все в баночки, доставим на полочки, как бы систематизируем какой-то наш опыт. Но есть после этого, есть еще зима, когда мы позволяем себе не делать ничего. Когда мы уходим в спячку, мы можем видеть сны, мечтать, фантазировать, но не делать. То есть пребывать в каком-то состоянии. И только после этого наступит весна, как ситуация подъема новых идей, когда новые росточки чего-то проявляются. Да? Откликается какая-то такая тема, Рина? Да, на самом деле, прям вот то, что представлялось. Ну вот, наверное, опыт современного человека, это быть всегда в лете, быть всегда активным и всегда одно дело закончил, сразу же начал другое, а лучше одновременно. Вот эта многозадачность и активность, она может быть, ну, не очень безопасна для психики. Нужно уметь и отдыхать, и переходить в зону такой спячки творческой, что называет Фредерик Перлс, говорил об этом состоянии, это творческое предстояние, когда мы еще какой-то импульс можем ловить, фантазии, мечты, но мы не знаем, как это будет проявляться. То есть не так спешить сразу делать. Придумал, пошел, сделал. И в этом, наверное, волшебство и богатство вот этой стратегии мечтать. А ведь прежде чем идет планирование, есть какой-то импульс, какой-то, наверное, какая-то фантазия, чего я хочу, да, почувствовать себя. Вот в этом, наверное, тоже есть очень много моментов. Как ты думаешь? Да, у меня часто такое бывает, что задумка очень интересная, и я даже знаю, как ее воплотить, но вот без этого импульса как будто не хочется ничего делать. И для меня очень важно, чтобы я именно эмоционально была заряжена, чтобы у меня были эмоциональные, а не только физические силы на какое-то грандиозное событие. Мне кажется, ты очень о важном сейчас говоришь моменте. Это тот ресурс, мы почему-то вот этот ресурс часто не учитываем. Нам кажется, какой-то новый проект возникает, и нам нужны время, деньги, компания, коллаборация какая-то, да, там, коллеги, чтобы это сделать, или там заказчик, который хочет, чтобы это воплотилось. Но где вот этот вот ресурс эмоций, чтобы очень хотелось самому? Какой-то внутренний импульс как бы как рождается? Ну, именно для меня он даже иногда важнее, чем моя физическая составляющая. Если я прям очень хочу, если я горю этим делом, то я его сделаю даже при недостатке физических сил. А вот если наоборот, то у меня просто это не получится. Я себя даже хуже гораздо буду чувствовать. И начинаете любимые студенты у меня прокрастинации. Да, да, да. Я вроде бы, ну, вроде надо, и вроде все есть. Вроде не могу никак. И не хочу, и не могу. Как себя поднять? Рина, ты как у тебя с этим импульсом? Да, в принципе, так же, как сказала Ева, вот даже вот я помню, то, что бывают такие моменты, когда у тебя действительно нет физических сил, то есть прям ты уставший, там, выжатый прям полностью, но при этом тебе приходит какая-то идея, и ты даже как-то не можешь уснуть, пока ты ее не запишешь, пока ты ее не обумаешь. Наверное, это, конечно, очень хорошо, что такие вещи бывают, вот со мной они случаются достаточно часто, но на следующий день обычно это становится каким-то таким просто ночным мечтанием, ночной какой-то такой фантазией, и потом уже как-то вот, да, действительно сил чего-то не хватает, чего-то вот это, в принципе, есть, а вот что-то вроде не то, и как-то, наверное, нужно, чтобы это сочеталось. Что есть знать, когда ты можешь сбалансировать и силы, и вот эти вот эмоции какие-то такие уже порывы свои творческие. Как бы, ты знаешь, у меня сейчас рождается какая-то такая метафора воздушного змея, недаром вот тут под парашютом что-то с небом связано, да, наверное, который очень, он летает, он может улететь, его вот надо вовремя как-то за хвост удержать, да, чтобы он вот здесь и сейчас важен, актуален, как бы вот, чтобы его немножко, ну, привязать куда-то. Пусть он летает, но он как-то уместен здесь. Похоже на то? Ну, наверное, и возникает то, что вот этот вот порыв, то есть на это как бы сил хватать, чтобы это зафиксировать, а потом уже разберемся дальше, что с этим. О, к парашютисту? Сам парашютист должен быть, да, не просто летающий парашют, а что-то. И вот этим парашютистам я предлагаю сегодня представить себе, что есть какой-то метафорический герой, ну, это на самом деле мы сами, вы сами и есть, да, у себя, который умеет путешествовать по линии времени, и он может вернуться назад, посмотреть, какие были события в прошлом, и может помечтать о будущем, и где-то там, ну, там побывать даже, может быть, в будущем, да, как представить себе какой-то, как есть сиквел, есть приквел, да, то есть как будущая какая-то серия может быть снята, ну, некий такой, как бы, сюжет будущей серии. Пойдем в это направление? Да, давайте. Отходим. А, тогда мне нужна ваша помощь. Представьте себе какое-то очень яркое событие уходящего года. Ринат. Ну, наверное, я в этом году побывала на Алтае, и на самом деле я не ожидала, что вообще природа может произвести такое впечатление на меня, и был момент, когда мы переходили через слияние двух рек, то есть наблюдали вот слияние двух рек, и они разного цвета абсолютно. И в этот момент как-то мне даже показалось, что, возможно, ну, не может такого как бы быть. То, что, причем там такая природа, что именно одна река бирюзового такого цвета, то есть такого прям приятного очень, невозможного как будто бы такого цвета, а другая шоколадного цвета. И они сливаются в одном месте. И когда вот мы наблюдали это слияние, переходили через него, я подумала то, что, ну, прям вот, наверное, что-то есть в этом мире еще такое, что я никогда, возможно, не увижу, но оно есть независимо от меня. Но вот этот факт меня как-то поразил, что я не могла даже представить, что может такое быть, то есть только где-то в мультике, наверное. Вот, это было такое сильное впечатление, что, в принципе, у меня очень мало впечатлений связанных с какой-то природой или какими-то такими вещами, а здесь меня прям это удивило очень сильно, как ребенка совсем маленького, что такое просто может быть, наверное. Здорово, когда ты рассказываешь об этом, я прям подумала, что это как на палитре у художника замешиваются две разные краски, и получается какая-то сложная краска, какая-то очень необыкновенная краска. И как будто прямо послание истории, что ты сказала о том, что в мире, наверное, есть что-то такое необыкновенное, с чем я еще могу встретиться. Да, а как, Ева, как ты услышала, какое послание этой истории? Вообще, меня очень впечатлило. У меня почему-то вот именно сейчас такое зашкало эмоций после твоего рассказа. Я вспомнила тоже какие-то моменты из жизни, даже из этого лета. Я очень часто бывала на природе этим летом. Я съездила к подруге, интернет-подруге, просто, не знаю, спонтанно это очень получилось. Она живет в селе, в Колосовке, в Омской области. И, не знаю, там такая красивая, необычная природа. Вот вроде леса есть, поля есть, все типично, но меня это так впечатлило. Не знаю, вот тоже Верната рассказывала, даже какие-то мелочи, ну, вот река, еще что-нибудь, меня вот тоже могут вот так впечатлить. То есть, не знаю, природа для меня тоже такой источник вдохновения всегда. Тоже такие эмоции всегда. Ну, так интересно, вы рассказываете о событиях, которые были в этом году и связаны с ощущением я и природы, я в этом мире. И вы рассказываете как-то совсем по-разному. Вот из того, что сейчас у вас есть в этих рассказах, то, что вы услышали, можете ли вы рассказать о том, какой метафорический герой был этим самым путешественником, и вот сейчас он у нас тут появился в этих рассказах. Вообще интересно, многие психологи считают, что мы в тот момент, когда мы рассказываем о том, что было, о историях, через какой-то образ, я-образ. Это как будто бы не то, что я сейчас. Есть я сейчас, есть я тот, кто был. И в тот момент они встречаются, и они как бы что-то уточняют там. Это очень интересный процесс, да? Как будто идет некое такое разделение, а потом соединение. И в этот момент ты можешь уточнить, какой ты сейчас. То есть что-то такое важное. И вот этот метафорический герой Ренаты, он какой? Как тебе кажется? Мне кажется, что Рената вообще само всего очень ответственный, организованный человек. Вот не Рената. А вот этот герой. Вот Рената здесь, она такая. А там метафорический герой. Это как мы сериал какой-то смотрим, когда из серии в серии могут быть вообще разные актеры, один тот же образ проигрывать, да? А вот сейчас какой-то образ здесь этого героя появился. Можешь его черты описать? Это называется библия персонажа в сценаристике. Мне почему-то показалось, что этот герой не так часто, может быть, бывает на природе. И чтобы вот именно какие-то такие эмоции он не так часто испытывает, которые его до глубины души вот так вот поражают. А в этот момент именно этот герой увидел что-то такое необычное и начал задумываться, в принципе, обо всем. о том, что существует что-то еще, что, может быть, он не видел и, может быть, даже никогда не увидит, но оно есть, вот как, надо сказать, независимо от этого героя. И, может быть, прошел какой-то перелом вот восприятия даже. Ты можешь, может быть, возраст уточнить или какие-то, как выглядел. Вот какой у тебя метафора, образ какой рождается. У меня почему-то такой, знаешь, так мультяшный какой-то персонаж, который нюхает ромашку из какого-то мультика. Какое все прекрасное. Ну вот какой-то... Неужели это такой мир? Или как паровозик из ромашкового, да? Подождите, подождите. Мы тут пропустим всю весну, если это не увидим. А вот у тебя на что похоже? У меня больше почему-то похож на взрослого какого-то персонажа, именно который через многое прошел, многое повидал в своей жизни. Но вот наступил какой-то момент, когда он, может быть, даже от всего устал и просто решил сменить обстановку. И вдруг он увидел что-то такое прекрасное, что зарядило его новую энергией. Как будто у меня вот такое ощущение сложилось. У меня сразу такой образ туриста, такого бывалого, молодой, который много где бывал. Много что повидал. Альтер-эго просто. Да, какой-то такой вот образ. И интересно, что у этого героя есть какая-то стратегия, да? Какой-то, как-то он действует. Он, по крайней мере, видит вот это слияние. Он видит эту разницу, наблюдает. И здесь, когда ты рассказывала, там не было, что этот герой там нырнул в эту воду или что-то там зачерпнул, взял с собой, вот эту разницу воды. Просто созерцательная какая-то стратегия и удивления много. Вот если про эмоцию какую-то такое. У меня вот еще ассоциация почему-то с русской классической литературой. У нас же все персонажи, они прям рефлексируют очень на несколько десятков страниц буквально. Вот у меня тоже возникла такая ассоциация, как будто герой вот такого романа, он видит и очень много обо всем думает. И там прям расписано про то, что он видит, про то, что он ощущает на каком-то таком эмоциональном уровне. Сам себе рассказывает, да? Да, да, да. Что Рината стала невербальная, да, такая отклик такой идет, кивание, да, что-то попало. И это вот для тебя, описание этого метафорического героя, может быть, что-то для тебя прояснит. Когда Ева рассказывала о том, свое впечатление Омск, деревня, природа, какой это был метафорический герой? Мне кажется, что почему-то это может быть как бы ребенок, который отпустил все в какой-то момент, и только благодаря этому смог, возможно, увидеть то, что вообще его окружает. Потому что дети, они же вообще обращают внимание практически на все, что есть. Хотя мы каким-то вещам, ну, вот даже мы вроде бы уже, даже мы вроде бы уже такие, даже мы, взрослые, сравнительно. Взрослые студенты, казанского федерального. Но сравнительно с какими-то маленькими детьми, там, до 10 лет, они могут задать какие-то интересные вопросы, о которых мы уже не задумываемся, или вещи, которые нам привычны, они могут увидеть какой-то новой стороны. И вот мне показалось, что вот это был какой-то ребенок, который, видимо, все отключился от всей учебы, от всех задач, от всех каких-то трудностей новых в жизни, и просто оглянулся вокруг и увидел. Либо же это такой же герой, как ты описала, который уже через многое прошел, ко многому привык, потому что Ева, ну, как бы Ева сама, конечно, из такой местности природной, в принципе. То есть это привыкшие, какие-то привычные пейзажи, но при этом они поражают каким-то образом взрослого человека, который приехал и увидел. Уже знают, уже есть насмотренность вот это, вот есть уже причастность к этому, но в то же время есть чувство какой-то новизны. И тогда здесь мы подошли к очень важному моменту. Постарайтесь вот так вот друг о друге сейчас подумать, понастроиться, потому что мы все равно через призму своего восприятия рассказываем о другом герое. И где-то это описание и ваших внутренних героев. А в чем жажда? В чем такая вот, какая-то, хочется сказать, тоска? Ну, то есть вот чего не хватает этому герою? Вот чего не хватает герою Евы? Раз уж мы сейчас вот о Еве говорили. Ну, вот возможно, как раз-таки возможности какой-то позволить себе смотреть не с той позиции, что я взрослый человек, допустим, я должна там научиться решать, что это... Здесь кольцов должна, да? Да, то есть, ну, наверное, то, что мы все-таки в таком периоде находимся, когда мы прям вот наше решающее десятилетие началось, где мы должны построить карьеру. Вот этот вот рюкзак ответственности такой. Турист по жизни. Создать семью, да. То есть мы начинаем планировать и как-то выходить из такой, ну, детской какой-то позиции. Но в нее, наверное, нужно еще уметь возвращаться, чтобы вот воспринимать как раз-таки жизнь такой, какая она и есть. Как будто здесь возвращаться к самому себе, да, к какому-то вот, как ты говорила, ресурс, энергия, вдохновение, вот чего-то, какой-то хрустальный, такой чистый источник. Да, вот Рината сказала про то, что сейчас такое решающее. И я действительно чувствую, что вот внутри я ищу тот самый ребенок, который радуется вообще всем мелочам природы. Я действительно выросла в селе тоже. Я это постоянно видела, постоянно восхищалась. Ну вот с возрастом, как я переехала, я стараюсь возлагать на себя больше ответственности, быть более взрослой, хотя иногда, может быть, это не так уж и обязательно и можно радоваться каким-то мелочам. Постараемся это запомнить сейчас, сохранить, да, вот этот вот хрустальный шар, хрустальный шар оставить себе. Ринат, а твой внутренний персонаж, вот, ну, тоже постараемся сейчас, настроиться, да, и подсказать, что сейчас откликалось, когда ты рассказывала. Наверное, для меня это будет какое-то путешествие по жизни, которое раскрывает границы, раскрывает возможности свои через, вот, ну, какую-то среду, да, что в мире так еще много всего интересного, того, что и к чему я могу прикоснуться, и с чем я могу, ну, побыть, что-то поделать. Вот, может быть, вот, что-то из этого. Как тебе? Ну, вот, наверное, даже не тот факт, что я могу с этим повзаимодействовать, а то, что это существует, это будут видеть, вдохновляться другие люди, даже если я этого не увижу. То есть это, наверное, наоборот, какое-то понимание, что, ну, может быть, не все подконтрольно, как бы в этой жизни. Здорово. И все подвластно, и ничего в этом страшного, ну, как бы нет. И это очень здорово, когда другой что-то говорит, а ты, оттолкнувшись от этого берега, можешь почувствовать свое. То есть все равно это помогает как-то направить тебя, твое движение по линии времени. То, что мы сейчас делаем, мы набрали в прошлом ресурс какой-то, который позволит нам двигаться дальше. Ведь, наверное, я не знаю, как у вас, но у меня всегда мучение, чтобы загадать на Новый год, да, когда мы пишем эти желания. И уже думаешь, из какой сферы, как, что. И вот мы как будто бы сейчас брали отсюда, из прошлого, вот исследование метафорического нашего героя, какой-то запрос на то, что будем делать в будущем. И пойдем дальше? Готовы? Да. Теперь, исходя из того, что вы как-то понимаете, что вам хочется по-настоящему, не кому-то маме, папе, декану, кому-то друзьям, а самому себе, чтобы вы вот этому своему внутреннему герою, внутреннему селфу подарили в этом году. Какую возможность, какую ситуацию. И здесь я попрошу вас прям представить конкретную ситуацию. Как маленький сюжетик, маленький сценарий. Ну, какой-то не очень приятный сценарий, но заканчивающийся хэппи-эндом. Не знаю, у меня почему-то есть такое даже предвкушение от будущего года, что у меня будут, может быть, новые возможности, я очень на это надеюсь, но в конце года все, и учеба, и, может быть, работа, не знаю, все эти сферы как-то столкнутся друг с другом, потому что вот я по себе знаю, что я часто очень много на себя беру, с чем я не всегда эмоционально даже справляюсь, и потом это выходит мне боком обычно. Ну, конечно, так здорово, ты сейчас очень важную тему, сейчас прям проговариваешь, то, что важно для, не только для студентов, но и для преподавателей, для всех нас, то, что вот это вот чудо, с которым мы встретились, так хочется так дальше жить, но мы натыкаемся на какой-то барьер наших обязательств, должна, да, то, что вот вы проговаривали, на какую-то невозможность двигаться, на какую-то обязательность, ответственность, и тогда вот здесь нам на помощь придет психология, психологические такие техники, мы с вами попробуем себе представить, как будто бы вот это счастливое событие уже произошло, как будто бы вы сценарист, которому нужно описать, ну, такой маленький, маленький-маленький сюжет того, что уже свершилось. И, допустим, мы посмотрим на эту ситуацию, ну, я так линию времени Ева сейчас показываю, да, на эту ситуацию, которая, ну, где-то в 27-м году, в 2027-м, мы смотрим, как назад, и говорим уже об этом событии, как о чем-то уже, о том, что было, что-то там начало происходить. Да, да, да. А тогда я вам, вот, я не даром эти карточки беру, я вам подсказочку небольшую дам. Это пирамида историй, пирамида Дилца. Вообще-то по этой пирамиде можно сочинить любую историю, и она вам будет в подсказку. А сейчас пока просто представьте себе, как ваше событие уже свершилось. Да, прям фантазия. Это называется зона фантазирования, да, фантазия. То есть что-то хорошее, вот это именно подарок, про который вы сказали, что вы хотели себе подарить. Как будто он уже, вот, все. Уже свершился. Уже свершился, вы его взяли, вы уже получили. Я могу рассказать, наверное. Расскажи. Вот как, допустим, в 2027 году, вот я вспоминаю с теплотой, как мы в 2024 году, в конце года, когда я была очень, ну, когда было очень много дел по учебе, по работе, я как-то под конец года очень сильно устала, и не ожидала, наверное, ничего от этого нового года. Я думала, что вообще буду, может быть, его одна праздновать. И в итоге так получилось, что каким-то чудом собралась вся семья, и этот Новый год прошел именно так, как я мечтала всю свою жизнь, чтобы действительно все близкие были рядышком, и чтобы вот это ощущение чуда, как в детстве, оно вот именно воплотилось в том году. И я чувствовала семейную поддержку, опору. Я чувствовала, что я часть этой семьи, и что я так многое сделала за этот год, и что мной гордятся по этому поводу. И, наверное, вот тогда я чувствовала себя самой-самой счастливой от того, что я смогла все-таки, несмотря на все трудности, совместить все сферы жизни, и учебу, и работы, и семью самое главное. И, ну, не без трудностей, конечно, но все равно, в конце концов, все сложилось именно так, как я хотела. Так здорово! У меня прям такая вот волна тепла, а какое у вас прям такое вот? У меня аж немножко на слезы прошло. Да. Так здорово! Для меня, наверное, вот именно то, что семейный вот этот фактор, он более ценен в следующем году, несмотря на все остальные сферы жизни. Вот мне хотелось бы именно так. Пусть так и будет. И для того, чтобы как-то мы этот сценарий прям прописали о себе, давайте воспользуемся вот этой вот ходилкой, таким вот мы покажем тоже нашим зрителям. Первый уровень, уровень окружения. Ты вот сейчас в этой истории, это там 24-й год, когда вся семья к тебе приехала, и все говорят, такая молодец, ты смогла. И ты можешь описать окружение, что вокруг? Сразу мне приходит на ум, наверное, новогодний стол, и то, что все как-то суетятся перед этим новогодним столом, все стараются внести свою лепту, помочь, как-то, не знаю, расставляют эти салатики, все такое, и все друг с другом разговаривают. Так прям даже запахло оливье, мандаринами. И все как-то, всем есть место за этим новогодним столом, и все друг с другом разговаривают, и это создает какой-то такой приятный именно шум. Ой, так чудесно! Тогда следующее. Что я делаю? Ты что делаешь? Я, наверное, больше хочу себя видеть в роли даже некой хозяйки, которая принимает к себе как раз-таки гостей, всю свою семью. Я вот контролирую этот процесс, я хочу, чтобы каждому было хорошо, чтобы никто не чувствовал себя каким-то ущемленным или что ему грустно. Как ты говорила, у каждого свое место. Да, 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 да. Вот за этим именно следить и вот так вот контролировать немножко. Здорово. Тогда следующее, да, способности. И здесь твои способности, какая ты в этом? Я, наверное, хочу себя видеть действительно хозяйственной и заботливой, самое главное, чтобы вот каждому я могла найти подход, чтобы там и моей маме было хорошо, чтобы она чувствовала себя комфортно. Все-таки она бы чувствовала себя тоже второй хозяйкой. Какие все-таки у нас студенты, я хочу сказать, маме хорошо. Да. Ну, правда, это правда очень по-человечески, я уж немножко как мама откликаюсь. Это чудесно. Всегда хочется, чтобы вот мама в этом празднике тоже играла какую-то такую ключевую роль, как в семье. И вот смотри, так интересно, ты описываешь эту позицию, как будто уже говоришь о следующей. Убеждения и ценности, какие здесь у тебя. Ты говоришь о том, что каждому, чтобы нашлось свое место, что мама очень важна, что семейственность, вот это вот чувство поддержки очень важно. Да, именно это. Может быть, что-то еще, какие-то? Ну, еще вот, наверное, у меня есть маленький племянник, и для меня очень важно создать ему детство, чтобы он верил в сказку, потому что ему сейчас вот 4 годика, я не знаю, я вот недавно съездила домой, он такой маленький, он такой хорошенький, он мне так напоминает меня в детстве, которая верила во все эти чудеса, и вот я ему тоже хочу создать какую-то сказку. Как будто убеждение верьте в чудеса, они случаются. Чтобы вот смотреть на тоже наше маленькое поколение и их мотивировать на что-то большее, и показывать им, что волшебство все-таки существует. И тогда следующий этап это идентичность и какой я, какая ты в этом, какая роль у тебя в этом. Ты говорила уже, что это роль хозяйки, но какая еще? Ну, может быть, не только хозяйки, мне как будто хочется, чтобы я играла разные роли, и как ты их успешно совмещала, допустим, что я и хозяйка в доме. Вот это, знаешь, вот та вот самая фея, которая, которая, как будто бы верьте в чудеса, я, да, и это похоже на то, что в этой миссии ты как сценарист своей судьбы. Да, вот мне именно так бы хотелось, наверное. Это как будто вообще смысл вот нашего тренинга, когда мы сценаристику совмещаем с психологией и говорим о том, что это стори-тейлинг судьбы. Здорово, ну, можно в этом побыть еще, да, а сейчас вопрос к Ренате. Мне кажется, что у меня еще такие желания, потому что у меня, в принципе, очень такое, большая цель вообще, в принципе, на всю жизнь, связанная с образом жизни. То есть жить такую жизнь, которая мне будет нравиться, прям, которая будет как-то меня вдохновлять, и я буду в этом жить. То есть это будут не просто какие-то, ну, моменты, периоды, только, допустим, какая-то составляющая жизни, а чтобы просто, вот, в принципе, жизнь была такой. Посмотри, а вот на том круговом, круговой диаграмме твоей истории, да, вот этого года, который предстоит тебе, где бы ты какую-то задачу, может быть, поставила, ее бы ты реализовала? То есть, может быть, это какой-то, какой-то момент? Ну, я занимаюсь творчеством, вообще фотографией занимаюсь, и для меня очень важно, что я этим занимаюсь достаточно много лет, но это уже долгое время, такой уровень, когда я просто фотографирую, когда мне хочется, когда есть люди, которые, возможно, этого хотят. Мне хочется, чтобы я как-то, во-первых, нашла какой-то свой стиль и могла построить вокруг себя какую-то такую оболочку, связанную с таким же окружением, которое видит так этот мир, как я его вижу, чтобы у меня появилась возможность сделать это уже сейчас каким-то делом в своей жизни, то есть начинать уже вот в 20 лет, строить вот эту работу, чтобы в 50 я уже думала, я вот жила такую жизнь, которую я хотела, и могла этим заниматься с самого, ну, буквально вообще юношества. Ну, вот представь себе, что ты из будущего, да, так смотришь и говоришь, ну, вот тогда в 24-м году я сделала какой-то важный шаг. Можно вот, ну, так, помечтать? Мы же мечтаем. Да? Ну, наверное, тогда лучше через какие-то конкретные события зайти. Было очень хорошо в 24-м году, это был мой первый год, когда у меня появились крупные съемки, за которые мне заплатили много денег. Ну, отлично. За которые мне заплатили примерно столько, сколько я могла заработать за месяц. При этом это были возможности познакомиться с людьми, инфлюенсерами, которыми я восхищаюсь, за которыми слежу, и мы смогли с ними найти контакт. Я вспоминаю 2024 год, как год, когда я впервые вышла на такой уровень и начала заниматься этим и жить, в принципе, такой творческой жизнью в окружении таких же творческих людей. Давай себе смоделируем какую-то историю вот по этой пирамиде. Ну, можем, да, взять. И первое, вот прям, вот окружение. Что, ну, допустим, кто тебя окружал, какие, что ты видишь вокруг? Ну, возьмем, да, да, в пример, как будто бы это какая-то съемка для какого-то артиста. Я лично приезжаю, мы с ними знакомимся. Я даже знаю, наверное, с кем бы я хотела так познакомиться. Это семья. Ты можешь для себя это так отмечать. Да, это семья, то есть они приезжают сюда, мы с ними проводим съемку, знакомимся, при этом они, ну, получается, мужчины в этой семье занимаются музыкой, и у меня родственник тоже занимается музыкой, такой достаточно известный музыкант в Казани, и мы как-то вместе в этой цисовке находимся. И смотря на то, что у нас разница в возрасте, мы как-то вот друг друга понимаем, как-то можем обсудить какие-то темы. И, в принципе, я как бы вхожу вот в это медийное пространство, мы с ними что-то снимаем, они параллельно на фотосъемке что-то снимают. И прям так, что ты входишь куда-то, да, то есть ты где-то можешь оглядеться и увидеть это помещение. Да, ну вот фотостудия, допустим. Фотостудия какая-то, она в Казани? Да. Пусть сами сюда приезжают, я не пойду. Сами сюда приезжают, Кноя в Казань, у нас Казань классный город. То есть это фотостудия где-то в Казани, где есть фотозона, где привычная аппаратура для тебя, свет установлен, да? Да. Они параллельно снимают, с ними их видеооператоры, они снимают свой влог на YouTube, да, в бэкстейдж. Вот, в принципе, мы взаимодействуем так, потом идем, допустим, у нас какая-то автопати, мы идем куда-то, проводим все вместе время. Вот, какая-то такая обстановочка. И ты уже говоришь о том, что я делаю, что ты в этом делаешь? Именно в этой ситуации я, наверное, фотографирую все-таки. Фотографируешь? Ты работаешь, да, скорее? Да. Ты фотографируешь и второй камерой, и кто-то еще работает? Ну да, то есть у нас может быть команда, это могут быть стилисты. У меня есть очень хорошая подруга, очень хорошая стилист, то есть я бы тоже хотела, чтобы она в этом участвовала. Я прям вижу, как вот у тебя румяне такое появляется, прям ты там. Да, это прям вот такая ситуация, которую бы я очень не хотела, чтобы она случилась, потом бы, чтобы я ее долго вспоминала. И тогда какие у тебя способности? Наверное, это, ну, в первую очередь, как бы техническая сторона, это именно сама фотография. То есть у меня получается быстро выставить свет, поставить различные световые схемы, поработать с ними, раскрыть их как модель за какое-то, ну, достаточно маленькое время, и при этом получить какой-то продукт, которым я сама буду довольна, и сама буду вдохновляться, и даже, ну, сидеть и думать, боже мой, это сделала я, как же прекрасно, невероятно. И я тут слышу, что ты уже что-то умеешь, но как бы готова еще и учиться. Да? Но у тебя уже есть навыки, у тебя уже есть способности какие-то, ну, что-то фотографировать, выстраивать план. Да? Работать с людьми, держаться. Тогда какие убеждения, во что ты веришь, вот в этой картинке? Я верю в то, что есть люди, у которых может быть такой же взгляд, как у тебя, именно на позицию чего-то такого неординарного, творческого. то есть ты можешь что-то придумать, изначально тебе может показаться, что это какая-то идея, которая может быть непонятна и так далее, но ты ее озвучиваешь, человек ее подхватывает и еще дорабатывает даже ее. Вот, наверное, чтобы мы сходились не просто на договоренности, ну, сделать фотосъемку, получить какой-то вот такой продукт по техническому заданию, но чтобы это было такое, какое-то вот прям такое тонкое, душевное взаимодействие, когда вот такой коннект произошел. Знаешь, как будто ты сейчас рассказываешь, и я вспоминаю то слияние двух рек, когда одно ярко-бирюзовое, второе там коричневое, да, какого-то цвета теплого, и как они в слиянии, какое-то, наверное, другое там какое-то происходит, да, смешение, и здесь как будто как встреча тебя и кого-то другого, кто будет наполнять, ну, каким-то содержанием этот процесс. Да. Ну, и, наверное, ценность вообще, я понимаю то, что сейчас для меня, я очень много занималась общественной работой, и для меня очень ценно получать отклик, ну, какой-то аудитории. То есть мне прям, это очень ценно. Что ты важна в этой команде. Да. То, что ты делаешь очень и важно, и классно, да, и профессионального какого-то уровня. А тогда мы подходим сюда, видите, как интересно, все логично, да, идентичность, какой я, какая ты там, кто ты, какую роль ты там играешь. Ну, есть, да, роль Золушки, девочки на побегушках, либо там прямые балерины, либо там какая-то лидирующая. Какая ты? Где ты здесь, на этой? Ну, наверное, я человек, который в этот момент руководит процессами и которому доверяют. Слушай, здорово, потому что ты как раз говорила о контроле, о том, что тебе интересно контролировать еще эту ситуацию, да? Супер. И тогда последняя, финальная идея, миссия. Для чего это тебе в твоей судьбе нужно? Чтобы было классно жить просто. Класс. Ну, как бы чего-то вот, мне охота просто классно жить, мне охота, чтобы мне нравилась моя жизнь, чтобы мне нравились люди, которые меня окружают, чтобы мне нравилось то, чем я занимаюсь, чтобы даже если есть какие-то сложные эпизоды в моей жизни, это были эпизоды, которые как бы я выбрала сама. То есть я сама пошла на какие-то трудности, я могла это осознавать и думать, ну, ты же сама решила, да. Поэтому как бы, ну, ты молодец, ты к чему-то придешь все равно, и ты могла не выбрать, но ты выбрала, чтобы все в моей жизни как бы могло подстраиваться под такую, как бы, схему. Пусть так оно и случается, пусть так оно и будет. Как вам сейчас? Будет ли о чём пожелать, помечтать за новогодним столом? Да, определённо, точно. Да, ну, наверное, даже сейчас у нас после такой встречи это будут не какие-то мечты, а мне кажется то, что мы даже у друга что-то сможем взять. То есть у меня, возможно, это будет какая-то, ну, такая вера сказочная, то, что, может быть, желания действительно могут просто исполниться, потому что ты их, ну, хочешь, а не потому что ты построил план, и так далее. А у меня как раз будет вот это вот планирование, это составляющее рациональное, что вот я знаю, что у меня может быть какой-то импульс, но я ещё и знаю, что я могу посредством планирования и вот контроля над ситуацией я могу тоже дойти до этого. Так что мы друг у друга тоже, я думаю, умею. Чудеса случаются, когда в них веришь. Очень хочется вам пожелать, чтобы ваши планы, задачи, мечты и фантазии, чтобы они находили воплощение в вашей линии времени, в вашей судьбе, и чтобы вы сами были сценаристами и режиссёрами-постановщиками своей судьбы. А вас, уважаемые телезрители, мы приглашаем на наши творческие встречи, мастер-классы и обучающие проекты, которые запущены сегодня, уже стартовали в Институте психологии и образования. До новых встреч! Дорогой чеширский котик, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А, куда ты хочешь попасть? А мне всё равно, только бы попасть куда-нибудь. Тогда всё равно, куда идти. Желаем вам в следующем году найти свою дорогу и уверенно идти по ней. И, возможно, именно старитейлинг судьбы поможет сделать правильный выбор. Редактор субтитров А.Сёмкин